Привет, дорогие друзья! С вами канал Анна Австралия, я Александр Петров. И давайте поговорим о ваших помощниках, помощниках в деле трудоустройства в Австралии и иммиграции в Австралию. И здесь первое, что хотел бы сказать, ребята, если вам помогают с трудоустройством в Австралии, и вы не находитесь здесь, это практически все жулики. Это надо человеку очень сильно вам доказать. Обратное, без всех этих фидбэков, каких-то людей, которые заявят, что да-да, он нам помог. Это все в основном булшит. И более того, сейчас положение с иммиграцией в Австралию, тем более офшорной, резко ухудшилось. Эти люди, обычно это миграционные агенты, они ничего не могут для вас сделать, но не та обстановка. Но, но, когда мы говорим о людях, которые находятся здесь уже в Австралии, существуют те, которые пытаются на этом в основном заработать деньги, и они уже не думают. Знаете, вот у меня есть сравнение конфеты-фантики, да? Ну, хорошо иметь, конечно, конфетку, вкусную конфетку в очень красивом фантике. Когда люди занимаются тем, что уделяют очень много внимания дизайну фантика и не думают о качестве этой конфеты, это плохо. Совсем плохо. И в данном бизнесе вот эта вот иммиграция в Австралию и помощь вам типа в трудоустройстве, в этом бизнесе в основном люди вообще продают вам фантик без конфеты, называя это конфетой. Те люди, которые вам говорят, что мы подготовим вам резюме, мы разместим вас на SIC и так далее. SIC это система, не подумайте, что плохого. SIC.com.au, где вы ищете работу или размещаете свое резюме. Это все люди, которые являются обычными прохвостами. То есть, ну, если это миграционный агент, ну, скажем так, он может сделать вам резюме и даже помочь вам в размещении просто как комплиментари. То есть, ну, потратить лишний час для того, чтобы те люди, которые заплатили ему за его какие-то услуги, чтобы они почувствовали вот эту помощь в полном объеме. Это было бы правильно. Я думаю, что кроме Леши Чихунова этого никто не делает. Ну, может быть, я ошибаюсь, но что-то у меня такое есть подозрение. С другими людьми я встречался. Те люди берут за глупую вещь, то есть подготовку резюме для человека, который находится за пределами Австралии. И размещение в SIC 3 тысячи долларов. Ребята, за такие вещи, ну, как бы, я не знаю, я бы просто из Австралии побоялся выезжать, если бы я таким занимался. Ну, таким бы я не занимался, потому что я занимаюсь другими вещами, и для меня являются примером те люди, и я знаю таких людей, к счастью, наверное, для меня, и, к сожалению, вообще не на русскоязычном рынке, которые способны взять человека за руку, привезти куда-то, допустим, к тем людям, которые имеют влияние на... Это как в мафии, да, только мафия же строится и по принципам правильным тоже, иначе бы она не работала, и по принципам любого государственного управления. То есть есть крестный отец, я привожу человека к крестному отцу или матери. Вот, соответственно, мы говорим, что будешь хорошим работником, будешь хорошим иммигрантом. Будешь плохим работником, вылетишь из страны, ну, что-то типа этого. Вот, это мой такой простой принцип, потому что я не люблю вот эту вот всю мишуру, она только отвлекает от реального положения дел. Поэтому я не говорю, что я помогаю всем, что я буду помогать вам в конкретном случае. Это просто как я делаю. Я не верю вот эти все величия и его величества в режиме. Потому что в хорошем режиме, если говорить, что идеально 100%, то каждый человек может сделать режиме на 90%. Есть подсказки, YouTube и так далее. Я говорю, что человек, который хочет найти здесь работу, он должен находиться здесь. Соответственно, он должен знать хорошо английский язык. Иначе в действительности ему бы надо подумать или ей надо подумать, прежде всего, об увеличении, улучшении уровня английского языка. А не пытаться как-то найти более правильное написание своего резюме. Соответственно, я не говорю о том, что не должно быть резюме, но есть свои особенности в резюме. Есть особенности, которые, допустим, каждое резюме надо делать под какую-то конкретную работу. И не кавалетта. Кавалетта само собой. Кавалетта вообще делается не просто под работой, иногда и под конкретного менеджера. Человек, который будет читать это, это и будет, от него будет зависеть, то дадут вам эту работу или нет. Но и кириклом витая, то есть само резюме должно писаться, используя те же самые термины, только изменяя слова на синонимы, то, что хотят видеть в этой позиции. С другой стороны, оно должно быть классическим, легко читаемым. И, соответственно, на это у вас уйдет, может быть, несколько дней. Но, ребята, ну это же, наверное, лучше, чем вы будете отдавать каким-то проходимцам тысячи и тысячи долларов. Чтобы эти проходимцы вам не говорили о величии и важности резюме. Вот представьте себе, ко мне придет какой-нибудь студент Вася Пупкин, выпускник, и какой-то другой студент Петя Травкин. Кого я возьму? У кого лучше резюме? Нет, я возьму Васю Пупкина. Даже если у него нет резюме при себе, скажу, да, выше там любое. Я вычитать не буду. Почему? Потому что Вася Пупкин пришел от человека, который мне гарантирует качество этого работника. Это мой друг. Если он ко мне пришел и привел этого человека, значит этот человек достоин того, чтобы у меня работать. А Петя Травкин, ну да, у него хорошее резюме. И что? Меня это совершенно не интересует. Меня интересует человек. Этого человека знает мой друг Джон Смит, который за него поручается. Потому что он поручается, раз он мне его порекомендовал. Вот и все. Вот так вот это все делается. Вам надо находить вот этих Джонов Смитов. Вам надо находить тех людей, которые в действительности за вас поручатся. А чтобы вам их найти, ребята, вам необходимо быть просто хорошими людьми, которые отвечают за свои слова, которые являются хорошими друзьями, порядочными людьми. Вот только если вы правильный человек, в этом случае у вас будет правильная работа, эмиграция в Австралию. Наверное, есть исключения, но это наиболее легкий путь для того, чтобы найти работу. И те люди, которые помогают в действительности, помогают вам с трудоустройством, это люди, которые вот такие. Вот эти вот Джоны Смиты. И я пытаюсь, конечно, в какой-то степени быть таким человеком. К тому же, кому я помогаю? Ну, в основном, конечно, своим студентам. Если я этим студентам помогаю, значит, я, ну, как бы считаю себя обязанным это делать, потому что это мои люди. В конце концов, я, наверное, свое какое-то величие улыбаюсь, да? И славу, и деньги я зарабатываю с помощью этих людей. Поэтому, кому же мне еще быть благодарным, как не этим людям, особенно тем, которые самые из них лучше. Если я чувствую, что этот человек достоин того, чтобы его рекомендовали на рабочее место, я это буду делать, и поверьте, я же это делаю бесплатно. Это для вас, которые погрязли в своих бизнес-отношениях, которые читают захлёбки Иосаки и прочих гуру бизнеса. Для вас это, наверное, очень важно. Так вот, я вам скажу, что я буду для вас наиболее выгодный в этом плане вариант. Опять-таки, многие мои друзья говорят, что дается даром, то не ценится. Ну, да. Что дается даром, то не ценится. Дураками. Если вы одни из этих людей, ну, как вам сказать, тяжело вам будет в жизни, и не поможет вам даже помощь Джона Смита, все равно вы вылетите с работы. Это, соответственно, эмиграция в Австралию у вас не сложится. Но это наиболее жесткий вариант, и я, как бы сказал, достаточно с таким черным юмором. Но все равно оцените это, потому что у вас есть выбор. Когда вы берете, когда выбираете вариант, то ли вам пойти с людьми, которые вот классическим путем продают вам помощь в написании резюме и расположении этого всего дела в интернете. И между теми людьми, которые реально для вас что-то делают и тратят на вас свое время, надо быть глупцом, чтобы выбрать первый путь первых людей. Таких обычно это некоторые, кое мне числа, миграционные агенты. Если еще к тому же вы готовы отдать за это деньги, то совсем тяжело. Ну, совсем тяжело, если вы еще находитесь за рубежами Австралии и надеетесь на то, что у вас вот единый есть шанс на эмиграцию в Австралию. Ну, кроме, естественно, Global Talent, но из тех, кто меня сейчас слушает, не более одного-двух человек за все время, кто может на это надеяться. Вот так вот, дорогие друзья. Так что это ваш выбор. То ли отдать свои деньги проходимцам, то есть первой части, первого такого огромного количества помощников в вашем трудоустройстве, то ли идти более правильным путем. Выбор ваш, спасибо. Спасибо. Спасибо.